Часто в новогоднюю ночь до десертов дело не доходит. Все так наедаются салатами, закусками, горячим, что ваши кондитерские шедевры, на которые вы потратили кучу времени, грустно киснут на балконе. Но! Сейчас я вам покажу такой новогодний десерт, который станет главным хитом вашего праздника. Новогодний торт-желе с хурмой. Да-да-да, вы не ослышались. Этот торт-желе, он трехслойный. Так вот, чтобы каждый слой застыл, нужно время. И, как вы понимаете, все три слоя в один мы смешать не можем. Поэтому мы сначала делаем один слой, остужаем его, потом следующий слой, заливаем на застуженный, снова остужаем, а потом третий. Я сейчас не буду все мешать в одну кучу и покажу по отдельности, как сделать каждый слой все степ-бай-степ и поэтапно. Начинаем со слоя номер один. Внимание! Ну, конечно, здесь необходимый элемент – это желатин. Вот. У меня, смотрите, сразу говорю, просто есть стандартная рецептура. У вас примерно на один литр жидкости идет 30 грамм желатина. Я добавляю 30 грамм желатина на пол-литра жидкости. Это для того, чтобы торт был плотненький, такой желеобразный, не разлетался, чтобы его можно было нарезать, и чтобы он нравился детям и чуть-чуть напоминал, ну, такой, знаете, плотный торт. Ну, типа жвачка, торт-жвачка. Ну, нельзя так назвать, наверное, торт-жвачка. Ну, примерно, поняли. Короче, чтобы он держал форму, уверенно себя чувствовал, вы могли его нарезать, и чтобы дети ели и радовались. Да и взрослые тоже. Желатин, внимание, 30 грамм желатина заливаем водой. У меня желатин листовой. В магазинах сейчас тоже продается листовой, но если у вас нет листового, берите гранулированный, порошком, что там еще, шариками, короче, разные. Бывает? Не суть. Главное, громовку соблюдать. 30 грамм желатина на первый слой. Заливаем его водой. Ну, так вот, просто, чтобы он набухал себе тихонечко, становился мягким. Ну, так, вот, чуть-чуть такого пожмякать. Так, все, пока желатин спокойненько замачивается. Сейчас он станет мягкий, я его туда как бы углублю. Либо возьмите сразу какую-нибудь вот такую, например, форму. Можете взять вот такую форму. Вот. Если боитесь, что он у вас не утонет там до конца. И, например, вот так вот его. Если он пластинками положить, чтобы он сразу был весь в воде. Вот так вот, понятно? Иди желатинчик в сторонку, занимаемся первым слоем. И первый слой у нас будет из шампанского. Но не из обычного шампанского, а из детского шампанского. Чтобы этот торт можно было есть детям, взрослым, радоваться и получать хорошее настроение. Потому что Новый год и детское шампанское у меня на столе. Можно делать из обычного, но тогда это будет торт для взрослых. А мы же делаем торт на всю семью. Потому что тортик красивый. Торт будет трехцветный, трехслойный, красивый, с фруктами, нарядный. Он всем понравится. И самое главное, он будет очень легкий. Потому что там нету жирных кремов, разных бисквитов. Вот. И точно я знаю, что он понравится всем. Открываем! Кто там много разговаривал, а? Кто много разговаривал? Скажи мне. Да что ж такое? Совсем силы потерял. Пошел! Мэри, отдай оттуда. Правильно, Мэри. Аллилуйя! Мне нужно пол-литра. Все, пол-литра. Дальше. Наливаем сотейник. Короче, желатин надо растапливать в чем-то теплом. Поэтому детское шампанское нужно нагреть. Ой, смотрите, какой желатинчик стал. Все, чуть-чуть водички полежал. Все, смотрите, мягенький, набух. Готовенький. Вот так вот. Супер! Включаем нагрев. Все, пока у меня шампанское нагревается. Я хочу, чтобы в этом сорте было много свежих сезонных фруктов. А сезон сейчас чего? Правильно. Хурмы, гранатов, мандарины, апельсины. Поэтому мне нужен гранат. Сейчас нам нужно получить целые зернышки. Смотрите, я показывал, как делать. Еще покажу. Вот так вот надрезаем, но не до конца. Затем берем вот так вот прокручиваем. Получается гранат. Теперь нужно получить зерна. Так, гранатик. Теперь вот так вот аккуратненько выбиваем. Это Новый год, понимаете? Тут же фрукты какие. Тут же зима лютая. Вот. А в некоторых странах еще, в южных, там гранаты появляются. Мандарин куча, апельсинов, хурма. Вот в этот как раз, в этот сезон как раз эти фрукты и надо есть. Потому что они супер полезные и вкусные. Поэтому я решил добавить не какие-то там заморские супермаркеты, дорогие, деликатесные, а понятные, которые можно купить на рынке и в любом магазине. Все. Гранат готов. Теперь апельсин. Мне нужно получить из него сегменты. То есть мякоть без пленочки и кожуры. Смотрите, как это делается. Отрезаем попку. Отрезаем вторую попку. Да-да, у апельсина две попки. Вот. А теперь аккуратно вот так вот срезаем кожуру. Вот таким вот движением. Подкручивая. Вырезаем сегменты. Вот мякоть и вот эти вот здесь вот перепоночки. Смотрите, ножом подрезаем у перепоночки. И аккуратненько вот так вот кончиком ножа как бы отрываем мякоть от другой перепоночки. Получается сегментик. Хоп. Дальше. Хоп. О, шампанское практически закипело. Снимаем сторонку. Так, чтобы не отвлекаться. Так, сегментики. Смотрите. Все. Их сюда. Вот этот апельсин мне нужен. Точнее, нужен сок от него. Беру ситечко, тарелочку. И вот так вот, смотрите, выжимаю. Опа. Чтобы получился сок апельсиновый. И ни одна капелька не попало. Так, отжимаем сок от мякоти и кожуры. Все. Процеживаем через сито. Потому что мне нужно получить чистый сок. Вот они, сегменты. Вот он, чистый сок. А вот все, что осталось от апельсина. Вообще, вы можете легко к этому процессу подключить своих детишек. Потому что это забавно, весело. Много фруктов. Торт на выходе желейный получится. Это, понимаете, это лучшее для них развлечение. Вот. Плюс детское шампанское весело открыть. Фруктики подъесть в процессе. Детям точно понравится. Вовлеките в процесс, и они будут счастливы. Теперь желатин. Все, он набух. Отправляем к горячему шампанскому. Прямо туда. Вот таким вот образом. Оп. И перемешиваем. Сейчас он быстро растворится. Практически моментально. И будем заливать первый слой. Ого. Сразу растворяется, потому что горячая вода. Сразу же он там растворяется. А теперь, смотрите, форма вот такая. Я буду делать торт вот в этой форме. Он там застынет. Потом просто его вывалим. И он будет красиво вот в таком виде лежать на тарелке. То есть вот так вот с дырочкой внутри. Я специально выбрал эту форму, потому что она мне очень нравится. Рекомендую найти, ну, что-то подобное. Можно, конечно, и без дырочки делать форму найти. Можно просто сделать в какой-то круглой там такой вот форме с такими бортиками. Но все-таки так получится как-то по-нарядному, с узором, красиво. Поэтому мне эта форма нравится. Смотрите, мы сейчас будем заливать первый слой, потом второй и третий. И вы понимаете, что тот первый слой, который мы будем заливать в первую очередь, окажется в итоге верхом торта. Поэтому первый слой должен выглядеть так. На дно отправляем зернышки граната. Так, по периметру. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Старайтесь, чтобы сок туда не попадал. Прям зернышки вот так вот сухие. Вот, чтобы у вас шампанское не смешивалось и не мешался. Чтобы не смешивалось и не менялся цвет. Затем сегменты апельсина. Вы представляете, что верхний слой торта, он будет как бы желеобразный, прозрачный такой. Поэтому всю вот эту вот красоту будет видно. И какие фрукты туда класть, ну решайте сами. Я выбрал сезонные. Поэтому кладем апельсинчик и гранат. Хотите, туда какие-нибудь блесточки положите там. Что там еще можно? Да что угодно. А теперь аккуратно, очень нежно и деликатно заливаем шампанское с желатином. Только не лейте агрессивно, чтобы все все-таки аккуратненько у вас было. Все, надо постараться, чтобы у вас зерна граната все-таки оказались на дне и не всплывали. Чтобы верхний слой торта был нарядный и красивый. Ура! Новый год на дворе! Аккуратненько открываем холодильничек. Аккуратно открываем холодильник и заносим туда форму. Если у вас в холодильнике стоит селедка под шубой и пахнет на весь холодильник, тогда закройте пищевой пленкой. Потому что желе быстро впитывает запахи. Закрываем. Первый слой застывает примерно 2-3 часа в зависимости от холодильника. А пока можно смело подготавливать второй. Смотрите, он необычный, крутой и вкусный. Начинаем, правильно, с самого главного, с желатина. Таким же образом замачиваем его в воде. Вот так вот. Пускай набухает. А я займусь супервкусным, интересным слоем, который будет состоять из шампанского и, знаете, чего еще? Вот этого хурмы. Классный, сезонный, вкусный. Рекомендую выбирать мягкую. Так будет вкуснее и слаще. Мне нужно получить нежное хурмовое пюре. Или хурминное. Хурмовое? Хурминное. Да все равно. Пюре из хурмы. Поэтому ножичком, смотрите, шкурку убираем. Она легко очищается вот таким вот образом. Смотрите, как легко сходит. Очень легко. Он же у нас нежный такой, понимаете, торт. Деликатный. Тает во рту. Желеобразный. Чтобы ничего не мешало. Чтобы все было такое деликатненькое и нежненькое. Так. Давайте, оп, смотрим. Ну, примерно вот так вот. Все, шкурку сняли. Потом руками поковырялись. Чуть-чуть. Посмотрели на наличие косточек. Здесь вот косточек нет. Значит, приступаем к следующему. Просто загляденье. Загляденье какое-то, а. Так. Дальше. Рукой. Видите, когда она мягкая, то можно просто рукой ее вот так вот раздавить. Так вот проверить наличие косточек нету. Все, значит, можно к следующей переходить. Если вы хотите сделать желе из хурмы, как я, и вдруг у вас нет мягкой хурмы, не переживайте. Следующее действие вам все объяснит. Просто я выбрал хурму мягкую, потому что она уже пюреобразная, она всегда слаще и интереснее. Из твердой хурмы тоже можно сделать этот десерт. Легко. Все. Так, отлично. Хурма готова. А теперь из этой хурмы нужно сделать нежное, однородное пюре. Перекладываем хурму в специальный стакан из блендерного набора. Хурма. Помню, у меня в детстве на севере под Новый год хурма появлялась. Дубовая-дубовая невозможно было есть. Так вязала рот. Папа заворачивал ее в газетку и клал на шкаф на кухне. И вот я подходил каждый день, помню, начиная еще с начала декабря. Посмотрел там, как эта хурма поживает, разворачивал ее, трогал. Мягче она, не мягче. Вот так вот раньше. А сейчас, дети, что? Хурма продается круглый год где угодно. От севера до юга, с запада до востока. Избалованные. Теперь берем блендер и пробиваем хурму в пюре. Так вот опускаем туда. И так. Класс! Смузи просто бомба! Вот это блендер! Смотри, как я пирожку сделал. Хурма, конечно, а! Вот что-то есть в ней настоящее. Знаете, как хурма по-итальянски звучит? Какки! Идешь так, хурма продается, и написано какки. И так смешно. Ржешь, думаешь, все-таки это какки или хурма. Смотрите, дальше. Желатин размочился, хурма перебита. Теперь, мы же использовали из бутылки детского шампанского 500 миллилитров, а в ней всего 750. Значит, сколько осталось? Правильно, Максим Александрович, 300. Молодец. Ладно, 250. Оставшиеся 250 миллилитров шампанского наливаем в сотейничек, нагреваем. Так, отлично. Шампанское закипело. В этот момент добавляем туда вот апельсиновый сок, который остался чуть-чуть вот после того, как я сегменты вырезал. Туда добавляем, чтобы фруктовость была и полезность. Сразу же отжимаем желатин от лишней жидкости. Вот. Кидаем в горячее шампанское. Он сразу растворяется. Все, перемешали желатин. Дальше заливаем туда хурмовое пюре и перемешиваем венчиком. Вот так вот. Это будет вкусный, фруктовый, классный, интересный слой. Он не будет прозрачным, в отличие от первого. И в этом фишка. Все три слоя будут разного цвета и прозрачности. Качественно и тщательно все перемешиваем. Вот так вот. Затем достаем слой. Первый. Все, смело. Вот так. Оп. Видите? О, застыл. Застыл. Оп. Видите? Застыл. Сто процентов. Ребята, вот этот слой из хурмы, его нужно подостудить, чтобы он стал комнатной температуры. Это я делаю для того, чтобы у нас, например, если я буду горячий сюда вот этот вот хурмовый слой заливать, то у меня вот этот слой немножко подрастопится и соединится с тем. И будет как бы неровное соединение. Поэтому остужаем хурмовый слой и аккуратно заливаем на первый. Сразу же не тормозим. Отправляем этот слой вновь в холодильник. Все, пускай застывает. И делаем третий слой. Вкусный, нежный и сливочный. А третий слой будет состоять из кокосового молока и сгущенки. Что мы делаем? Ну-ка, первым делом. Желатин. Молодцы. Видите, уже выучили. Все. Дальше берем желатин. Также отправляем его в водичку. Раз слой. Два слой. Три слой. Четыре. Пять. Все. Тридцать грамм. Затем открываем банку кокосового молока. Она чаще всего делится там на жидкость и на сливки. Такая вот рассекается. Поэтому можно ее слегка потрясти. Все. Открываем. И вываливаем. Точнее, выливаем. Также аккуратно нагреваем кокосовое молоко. Открываем сгущеночку пока. Вот она какая, хорошенькая сгущеночка. Как же модненько стали делать, да? Хоп, с крышечкой. Раньше открыл банку, все, стоит, засыхает. Потом такой, подкрывается такой пленкой засохшей. Снова ложкой берешь. Вот, а сейчас хоп, крышечкой взял и закрыл. И снова лежит. Зато, когда подсыхает в холодильнике открытая банка, она гуще становится, прикольнее, да? То есть, что производители сделали? Ошибку. Нахрен крышечку. Соединяем сгущенное молоко с кокосовым. Оп. Примерно полбанки. Вот оно, соединение культур. Классно. Перемешиваем. Обалдеть. Дай-ка попробуем. Вообще, что это вообще получилось такое? Мэри, да это открытие века. Вообще бомба. Очень вкусно. Так, замешиваем туда желатин. Все, перемешали. Затем остужаем до комнатной температуры и заливаем последний, финальный, третий слой. Остывшее молоко аккуратно льем на хурмовый слой и убираем торт в холодильник еще на 2 часа. Ну что, достаем торт. Ребята, достаем торт. Готов он 100%. Застыл. Крепенький, хороший, трехслойный, новогодний, шикарный, обалденный, тяжеленький такой. Вот он. Смотрите, какой плотный. Держится. Видите? Иди сюда. Иди. Смотри. Вот так вот, посмотрите. Вот такой. Видите, какой плотненький. Но самое-то главное, вы же помните, он сейчас перевернутый. Это не из торта. А верх торта внизу. Поэтому нам нужно его перевернуть. Так, сначала можно взять вот так вот его. Вот так вот. Смотрите. Вот чтобы он точно вылез, аккуратненько рукой вот так вот можно его слегка так вот поотлеплять вот здесь вот от бортика. Просто краешек, потому что здесь слепается сильнее всего. Просто чтобы он предварительно чуть-чуть как бы отошел от формы, чтобы потом легче вылезал. Так, теперь так же от центра аккуратненько. Оп. 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 Резину меняю, да? Шиномонтаж! Шиномонтаж! Новогодний! Со скидкой! Подлетай! Разбирай! Так, а теперь ваша задача, ребята, его правильно вытащить из формы. Но в то же время не перегреть. Смотрите, в эту миску большую я налью кипяток. Нельзя опустить этот десерт в кипяток наполовину. Иначе вот здесь он уже нагреется, растает, а здесь еще будет прилипший. Поэтому вам нужно найти какую-то емкость, куда вы сможете этот десерт погрузить как бы целиком. Вот эта миска мне идеально подойдет. Наливаем кипяточек. Затем сразу подготавливайте тарелку. Она должна быть на подхвате. Опускаем десерт. Так, немножко держим, держим, держим. Недолго держим, ребята, недолго. А-а-а! Недолго держим. Все. Так вот, сразу же кладем тарелку и переворачиваем. Вот такой вот торт. Красивый, прозрачный. Смотрите, гранат сверху. Помните, как я его выкладывал? Дальше апельсинчики в прозрачном желе из детского шампанского. Затем слой из хурмы, а снизу слой из сгущенки и кокосового молока. Отличный, легкий, красивый, новогодний торт. Дальше. Нож берите тоненький. Сразу его либо в горячей воде и протираете, либо, как я, можно слегка вот так вот на газу нагреть. И нарезаем кусочек. Оп. Ай, ты мой красивый. Да, холодным ножом нельзя резать, иначе не разрежете ровненько и аккуратненько. А надо, чтобы все-таки вот кусочек такой сохранился, и теплый нож, он как бы плавит желе. Получается красиво. Ну, правда, праздничный же, легкий. Ну, вот как, представляете, как бы вы не наелись вам в конце праздника на такой тортик, вы скажете, ну, ладно, давай ложечку попробую и съедите целый кусок. Так, был у нас тут один человек в команде, который не верил, не верил в то, что у меня получится классный торт. Вот. Давай, Анечка, давай, давай, иди сюда. Будем пробовать вместе. На тебе ложку. Ну, видишь, получилось. Вот, что я тебе говорил. Тойди. Не шатается. А ты думала, будет шататься, да? Так он и должен шататься. Тебе, кстати, кофточки подходят. Ну, пробуй. Давай вместе. Води сюда, я тоже не терпится попробовать. Хочешь каждый слои по отдельности. Лучше вместе. Кокосовый бобра. 33% успеха. Кокосовый бобра. 66%. Ну, вкусно, скажи. Нравится? Вот видишь, а ты не верила. Вот так вот. Вот забирай, теперь ешь и плачь. На своем. Все, бомбический, крутой, новогодний тортик готов. Ловите вам свеженький рецептик. А мы переходим к следующему. Для торта желе возьмите апельсин, гранат, хурму, детское шампанское, кокосовое молоко, сгущенку и желатин. Кусок нежного новогоднего торта 82 рубля. Продолжение следует...